Любителям имбирного чая в Севастополе теперь приходится нелегко. Найти на прилавках корень известного своими лечебными свойствами растения в сухом виде практически невозможно. Рынки попросту отказываются закупать его по заявленной оптовым поставщикам цене. За один килограмм по разным источникам просят от 4 до 7 тысяч рублей. В прошлом году продавали мы имбирь 350 рублей зимой. 350 рублей зимой. В прошлом году и то, да, потолок был 350 рублей имбирь. Сейчас они их... А штаб-фотовики сами берут? Ничего, они же тоже берут. Они берут уже на Симферополе, на привозе. На базах. На базах, а там подняли его. Многие продавцы связывают такой ценовой бум с тем, что имбирь просто закончился на складах, а спрос на него по-прежнему остается высоким. Люди по-прежнему ищут все возможные способы, чтобы укрепить свой иммунитет. У нас нету имбиря вообще. На рынке имеется в виду, в принципе? Нет, на сегодняшний день нет имбиря, привоза вообще имбиря нет. Потому что кончился? Ну, нету привоза, все закрыто. Откуда может быть имбиря? Его нету на самом деле. Об обратном говорят другие продавцы. По их информации, взлет цены на имбирь – общероссийская проблема, а не только крымская. Мы сами вот созвонились, друзья, мы там с материка. Краснодар 7 тысяч, 100 грамм, 6500, 6300. На волне такого роста цен предприниматели юмашевского рынка были вынуждены отказаться от закупки имбиря. А вот лимоны, которые также выросли в цене, хоть и не в таких масштабах, покупать все же приходится. Спрос на цитрусовый фрукт остается по-прежнему высоким. Лимон, наоборот, купил штук пять вчера. Но дорого он уже стал, да? Чисто за килограмм, говорят. Я не обратил внимания, если честно. Обратили, да? Да я хожу, как мне жена послала. Сейчас сказали в интернете, на рынок и в магазин послала тех, кого не жалко. Так что мы гуляем. Лимон поднялся, но обещали, разговаривали, что должна новая партия зайти дешевле. Сегодня ночью была оптовая цена. В Симферополе 400, по нашим данным. А в Севастополе на Чайке 365, 375. По мнению директора рынка Чайка, подобный экономический ход является спекуляцией на человеческом страхе заразиться коронавирусом. Ну, люди специально ажиотаж делают, как говорится. Кому война, кому мать родная. Просто мы стараемся, объясняем, и наши предприниматели, дай бог здоровья, понимают, цены не затирают. Не только по данным товарам в Севастополе сейчас наблюдается рост стоимости. Как сообщает в Управлении потребительского рынка и лицензирования городского правительства, скачок цен зафиксирован на целый ряд позиций. Власти связывают его с внушительным числом посредников. Зачастую между производителем и реализатором несколько посредников. Поэтому на каждом этапе цена чуть выше. И, соответственно, в итоге она вырастает. А по торговым сетям как раз такого не наблюдается, потому что там посредников нет. И они используют свои распределительные центры. Грубо говоря, имеют остатки. И, скажем так, цена сформирована, и она не колеблется. Кроме того, по словам Максима Рожкова, в Севастополе зафиксирован сезонный рост цен на так называемый борщевой набор. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев в понедельник дал поручение профильному управлению оперативно реагировать на необоснованное завышение стоимости товаров и пресекать спекуляции. Кирилл Попов, Екатерина Решетникова, Денис Александрович, Юрий Риутин, Севанформбюро.